Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Сейчас немножко покажу вам географию участков, которые предлагаем покупать. Вот вы видите вот этот план, картинку. И это как раз нижняя часть Флориды. Сейчас буду показывать, где находятся участки. Вот этот квадратик, желтенький, это и есть Нордпорт и Порт Шарлотт. Два городка, которые примыкают друг к другу. Значит, самолетики нарисованы. Это три аэропорта, которые на этом побережье. Если мы еще вот это побережье посмотрим, здесь еще три аэропорта. Тут самолетики не обозначены, но в Майами есть аэропорт, в Майами Интернешнл. В Форт Лоттердейле есть аэропорт и в Палм-Бич есть аэропорт. То есть получается здесь шесть аэропортов. Из России прямой самолет прилетает в Майами. Если мы говорим, как лететь из Нью-Йорка, то в любой из этих городов прилетает самолет. То есть можно из России прилететь или там с Украины есть прямой самолет в Нью-Йорк. Потом с пересадкой прилететь в один из этих аэропортов. На вот этом побережье аэропорта Форт Майерс, вот я сейчас полечу, я беру себе билеты в Форт Майерс. Значит билет из Нью-Йорка туда-назад прямой, мы говорим о прямом билете, 200 долларов стоит. Я думаю, что если заранее покупать, то будет долларов 120-150. В Сарасоте есть аэропорт и в Тампе. Здесь еще городок рядом с Тампой, ну то есть он между Санкт-Петербургом и Тампой. Ну Санкт-Петербург, понятно, флоридский. Значит, что здесь рядышком еще? Вот это 75, это трасса. В таком вот значке обозначаются федеральные дороги. Сейчас я переверну картинку, потом покажу вам еще дороги местные. Значит, если мы вот проведем такую прямую линию, ну почти прямую, да, с Палм-Бич, где живут миллионеры, здесь резиденция Дональда Трампа, то вот прям по прямой линии получается 2 часа и даже меньше, чем 2 часа. 2 часа от Майами, потому что здесь все-таки дольше расстояние, здесь даже меньше, я думаю, полтора часа до Палм-Бич, и вы находитесь уже на Атлантическом океане. Если вы хотите купаться здесь на Мексиканском заливе, ну это один и тот же бассейн водный, да, просто, ну с другой стороны его называют Мексиканский залив. С белым песком, то вот, пожалуйста, 15 минут от участков, и здесь есть городочек, городок, сейчас я на другой стороне, покажу несколько даже городков, где пляжи. 2 часа езды и вы в Орландо. Это Дисней, много парков, 2 парка Universal, еще парки различные, в общем, их там штук 10. Город развлечений. Вот, чтобы как бы географию представляли, значит, это нижняя часть Ларина. Теперь вот более подробно, да, вот как раз зеленым обозначены вот эти новые нарезки.